Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! Если можно, презентацию. На самом деле, я сначала ее назвал, потом понял, что такое название – это уже признак приближающейся старости, судя по всему. Но, как говорят, мудрость приходит с годами, но иногда годы приходят одни. Но, с другой стороны, я вижу как минимум одно изменение. Прошлую лекцию мне пришлось прочитать за 7,5 минут, учитывая, что времени оставалось совсем немного. Сейчас у меня целых 25, ну почти 25 минут, и мне очень радостно, что в зале много людей. Возможно, в какой-то мере это связано с тем, что было 5 лет назад. Итак, 5 лет назад, краткое содержание предыдущей серии с украплениями новой информации. Не стесняюсь сказать, что, в общем, на самом деле, все мы постепенно учились, и периодически те вещи, которые казались нам аксиомами, в итоге оказывались теоремами. Так вот, первое самое большое разочарование в онкологии на моей жизни – это было тогда, когда я стал задумываться об одевантной терапии. Потому что, пока я был студентом и все воспринимал, ну, студентом, как бы, да, ординатором, воспринимал все без критики, потому что откуда ей появиться, когда ты не имеешь собственного мнения, то казалось, что одевантная терапия – это нечто такое супер, которое, в общем, спасает всех подряд. Чудо-метод. Но, с другой стороны, тогда, когда уже появилась возможность залезать в первоисточники и увидеть, например, графики, я увидел, что, да, действительно, этот метод спасает определенное количество пациентов, но эффективность его с точки зрения, ну, на самом деле, абсолютных цифр достаточно невелика. Более того, чем больше я пытался влезть в эту проблему, тем больше возникал когнитивный диссонанс. Потому что в отношении многих постулатов, которые воспринимались как эксиому, с точки зрения того, что это излечивающая терапия, с точки зрения магнитуды выигрыша, с точки зрения того, что без этого все больные погибнут, и хирургия, в общем, практически неэффективна в монорежиме, насчет понимания, каким образом это работает, возникало все больше и больше вопросов. Ну, и, соответственно, этими вопросами и предположениями об ответах на них я с вами и поделюсь, вспоминая, что говорил до этого, и что через пять лет, когда немножко еще поумнел, надеюсь, да, произошло. Но первое, что такое одевантная терапия, каким образом на самом деле предполагается механизм ее действия, и чем она отличается от лечебной терапии, то есть тогда, когда мы используем вариант воздействия на опухоль без дополнительного какого-то хирургического воздействия. На самом деле, если вы задумаетесь, единообразного ответа на этот вопрос нет. Нет стандартного определения, что такое одевантная терапия. Есть некий теоретический посыл, который мы закладываем, ну, наверное, как бы, да, в глубине души, чем она отличается от лечебной терапии, что если мы удаляем все видимые проявления заболевания и назначаем химиотерапию пациенту, у которых проявления заболевания видимых нет, но предполагается, что есть микрометастазы, то мы потенциально кого-то с этой помощью можем излечить. В то время как применение точно такого же режима химиотерапии на этапе макроскопической болезни, химиотерапии, либо любого другого лекарственного варианта лечения не приведет к излечению пациента. То есть изначально закладываются диаметрально, как бы, да, различные исходы от применения одного и того же лекарственного лечения. Если мы проводим это на этапе микроскопической болезни, мы пациента можем излечить. Если мы проводим это на этапе макроскопической болезни, мы его излечить не можем. Но если задуматься, то на самом деле, ведь адювантная терапия – это тоже лечение метастазов. То есть мы направляем ее на лечение рассеянных по организму опухолевых клеток. Просто маленьких, которые мы не видим. И априори тогда подразумевается, что есть некая граница, точка невозврата либо по опухолевой массе, либо по качеству этой опухоли, после которой излечение невозможно. То есть формально, если смотреть механистически, что мы предполагаем, что N клеток можно излечить, а N плюс 1, уже применяя то же самое лечение, мы не приведем к излечению этого больного. Но с другой стороны, если задуматься, как мы это можем объяснить теоретически, я не вижу, ушел ли Евгений Наумович, по идее, конечно, может быть, он бы мог ответить на этот вопрос. Но те модели, которые мы видели, экспериментальные, да, скипер, гамперциан и так далее, честно говоря, сейчас выглядят, ну, с моей точки зрения, не то чтобы очень убедительно. Да, они, может быть, хорошо работают в лаборатории, может быть, они хорошо работали при гемобластозах, но исходя из того, что есть при солидных опухолях, то, что мы сейчас знаем про гетерогенность, про различные особенности микроокружения и так далее, они не выглядят столь убедительными. Да, может быть, все связано с клональной эволюцией. Чем больше опухолевая масса, тем более разнообразен репертуар, и тем больше шанс того, что есть опухолевые клетки, которые будут резистентны к проводимой нами терапии. Но, с другой стороны, суровая практика говорит о том, что далеко не всегда все-таки адювантная терапия – это излечение. В ряде случаев, судя по всему, речь идет не об излечении, а просто об отдалении рецидива, и если это возрастные, например, пациенты, то отдаление рецидива до этапа смерти от других причин. Если посмотреть сейчас на слуху увеличение длительности адювантной терапии при люминальных потипах рака молочной железы, но если посмотреть на эти кривые, мы видим, что рецидивы продолжаются на фоне продолжающегося, опять же, адювантного лечения спустя 5, 10, 15 лет после удаления первичной опухоли. А это значит, что, скорее всего, то, что мы проводим, это не адювантная излечивающая терапия, а это раннее палеотивное лечение болезни, которой мы не видим. Ну и, собственно говоря, опять же, сейчас, понимая гетерогенность опухолей, мы видим, что рак молочной железы, так же, как и любые другие, на самом деле, злокачественные образования, очень часто это могут быть совершенно разные опухоли, объединенные одним органом происхождения. Вот большое количество генетических подвидов, а их действительно гораздо больше, чем то, которое мы привыкли выделять на основании иммуногистохимии, и мы видим, как совершенно по-разному могут вести себя кривые выживаемости при ранних стадиях рака молочной железы. Например, верхняя, мы видим, что да, выживаемость-то прекрасная, но вопрос в том, что там нет плата. И это значит, что эти пациенты, скорее всего, живут просто благодаря биологии болезни во многом, чем тому, что мы с ними делаем. А вот эта кривая, да, она гораздо ниже, но, с другой стороны, после определенного периода времени мы видим плату выживаемости, значит, скорее всего, здесь есть излечивающая терапия. Но в любом случае, как бы, да, я, конечно, никоим образом не пытаюсь оспорить сам факт необходимости продиведения адювантной терапии, там, где есть доказательства того, что она увеличивает общую выживаемость. Как бы она ни работала теоретически, я сразу признаюсь, я не понимаю на самом деле до конца, как это работает. Но она работает, и мы должны ее применять. Но следующий вопрос, который был, а какой же размер выигрыша? И если посмотреть даже ранние работы, тогда, когда у нас, в принципе, и обследования пациентов были другие, как бы, да, и, скорее всего, там был какой-то процент, возможно, пациентов и с макрометстатической болезнью, которая просто не видна на рентгене, да, и на ультразвуке. Сейчас мы стадируем компьютером и всем остальным. Мы видим, что абсолютная разница дельтов выживаемости у больных, получающих и не получающих адювантную терапию, очень-очень невелика. Она часто не превышает 10%. И вроде бы наши надежды на то, что сейчас мы получаем все более эффективные варианты системного лечения, это должно привести к увеличению магнитуды выигрыша по сравнению с ранее существовавшими вариантами адювантной терапии, на самом деле показывают ровно обратное. Да, кривые выживаемости забираются все выше и выше, но, скорее всего, это во многом связано с тем, что группы становятся все более и более благоприятны, все более и более ранние стадии пациентов включаются в адювантные исследования. Но различия между кривыми от появления новых методов адювантного лечения, они становятся все меньше и меньше. Через некоторое время, я думаю, нужно будет в залы вешать приставки с гораздо большим разрешением, чтобы мы могли хоть на глаз увидеть различия между кривыми выживаемости в адювантных исследованиях. Но при этом, вроде бы, те же самые препараты часто дают очень солидную прибавку выживаемости при метастатической болезни. Если посмотреть, вот добавление пертузумаба в адювантный режим, да, а вот добавление пертузумаба в метастатическую болезнь, почему так происходит? Ну, на самом деле, здесь, наверное, ответ достаточно прост, он вам известен. Действительно, адювантная терапия – это самый слепой из методов лечения в онкологии. Если замодуматься, мы подразумеваем, что болезнь есть, но мы ее не видим. И при этом абсолютно понятно, что часть больных, учитывая, что перед этим они получили хирургическое лечение, уже излечены хирургически. А если это добавление нового препарата, то часть из них излечены хирургически, и плюс им еще хватало предыдущего варианта адювантной терапии. И поэтому, даже если препарат обладает высокой эффективностью в метастатической болезни, то мы видим, как бы, да, что в метастатике там 100% людей имеют опухоль. Поэтому, если, допустим, он имеет 60% эффективность, то мы увидим 60% ответов. А если мы лечим адювантно, то, соответственно, эта терапия помогает только тем больным, у которых есть точка приложения, то есть микрометастазы. Поэтому, если, например, 70% и так уже излечены хирургически, остаются 30%, на которые мы можем подействовать, да, и 60% эффективность у них вылится лишь в 18% прибавку выживаемости. Мы перелечиваем большое количество больных. И поэтому при адювантной терапии, судя по всему, основной запас увеличения ее эффективности сейчас уже не в том, как использовать более эффективные препараты, потому что при таких кривых выживаемости лак на увеличение очень и очень невелик. Как бы, да, вот сколько мы можем увеличить за счет того, что мы внедрим новые препараты в ту же самую популяцию. Основной, скорее всего, потенциал увеличения эффективности адювантной терапии – это поиск признаков, которые позволяют найти тех больных, которые и так уже излечены для того, чтобы не проводить им дополнительное лечение. Но как же отличить этих пациентов? К сожалению, пока мы имеем лишь так называемые групповые факторы прогноза. Мы можем сказать, больше шанс развития или наличия микрометастазов у этого пациента или меньше. Соответственно, если есть неблагоприятные признаки, то мы понимаем, что в этой группе больных с микрометастазами будет меньше. Если есть неблагоприятные признаки, то мы понимаем, что в этой группе больных с микрометастазами будет больше. Но для конкретного пациента мы, к сожалению, не можем дать ответ на этот вопрос. Не обозначая, что у больных с более ранними стадиями, с более благоприятным прогнозом, если у них есть микрометастазы, то они все равно требуют проведения одевантной терапии. И, к сожалению, мы вынуждены при популяционном риске все равно поступать следующим образом. Мы ставим какую-то границу и говорим, что вот в этой группе мы терапию проводить одевантную не будем. Почему? Потому что те люди, которые есть микрометастазы, в этой группе не выиграют от одевантной терапии? Нет. Потому что просто слишком много людей придется перелечивать для этого. Но реально мы жертвуем частью пациентов, не проводя эту терапию, при использовании группового прогноза. Но реально, действительно, для того, чтобы все-таки не ошибиться, учитывая, что мы подразумеваем, что это излечивающая терапия, сейчас одевант – это лечение тысяч для того, чтобы спасти десятки. Вот HERA trial, и мы видим, что 80 пациентов, дельта как бы, да, по общей выживаемости между пациентами, получавшими и не получавшими тростозумаб. Да, спасено 80 жизней. Но для этого нужно было лечить 1700 пациентов с использованием тростозумаба. И чем благоприятнее группа, тем, соответственно, меньше будет КПД в отношении того препарата, который мы используем. Например, уже добавление пертозумаба, мы видим, разница составляет около 30 случаев, а для того, чтобы ее получить, нужно получить 2400 пациентов. Понятно, что есть проблема, есть ли ее решение. Пока, к сожалению, только суррогатная, потому что, опять же, еще раз предполагая, что одевантная терапия – это терапия излечивающим, мы вынуждены действовать очень-очень осторожно, чтобы случайно не пожертвовать кем-то из пациентов, сокращая показания к назначению этой терапии. Первый вариант – это использование молекулярных тестов для того, чтобы выявить пациентов с абсолютно благоприятным прогнозом, у которых шанс на возврат болезни стремится к нулю. Та самая 21-генная подпись, благоприятная группа, да, там 15-летняя выживаемость безрецидивная составляет 98% на чистой гормонотерапии. И мы считаем, что, скорее всего, у этих пациентов не нужно проводить химиотерапию, потому что, ну, крайне мал шанс того, что она что-то улучшит. И сейчас в этом отношении идет такая гонка лабораторных вооружений, попытки создать вот такие прогнозирующие системы, они идут со всех сторон. Особенно это интересно получается, что чаще всего это касается дешевых вариантов терапии. Для того, чтобы сказать, проводить или не проводить химиотерапию за 20 копеек, мы пытаемся использовать тесты стоимостью в 5-6 тысяч долларов, да. А для того, чтобы найти факторы, предсказывающие эффективность дорогой терапии, у нас, к сожалению, чаще всего как-то не получается в настоящее время. Да, все исследования, пытающие отобрать больных на лечение моноклональными антителами и так далее, заканчиваются словами, что нужны новые исследования в этой области. Будем надеяться, что они когда-то подешевеют. Вот. Ну, и второй вариант – это не полный отказ от терапии, а, например, сокращение ее объемов. То, что сейчас произошло, например, с адювантной терапией колоректального рака. Было показано, что 3,6 месяцев у пациентов с благоприятным прогнозом при третьей стадии, да, с благоприятными характеристиками, они одинаковы. То есть мы не полностью отказались от адюванта, но мы сократили его объем. Но что бы могло нам помочь действовать гораздо смелее? На самом деле это некие тесты, которые могли бы показать наличие или отсутствие опухоли, микроопухоли в организме конкретного пациента. И здесь, как обычно, гематологи оказались впереди солидных онкологов, потому что у них есть такое понятие «minimal residual disease». То есть если у опухолевой клетки есть какой-то молекулярный маркер, который можно посмотреть, то с использованием современных методов можно найти одну эту клетку на миллиард в крови. И сказать, сохраняется ли у пациента присутствие опухоли после лечения и требует ли он дополнительной терапии или нет, можно достаточно просто. Проблема солидных онкологов, как бы, да, что у нас опухоль не растворена в крови, попробуй найди, где прячется та самая клетка, которую мы хотим найти. Но сейчас это постепенно, наверное, будет решено за счет жидкой биопсии, то есть тогда, когда мы либо ищем циркулирующие опухолевые клетки, либо циркулирующую опухолевую ДНК, и считаем, что это некий суррогат наличия минимальной остаточной болезни. Первые данные были крайне оптимистичны на самом деле, но это колоректальный рак после радикальной резекции, соответственно, выживаемость больных, имеющих и не имеющих определяемую циркулирующую опухолевую ДНК, и сравнение с предсказательной способностью белковых маркеров, здесь в данном случае раковоэмбриональный антиген. Однако, как вы видите, это 2007 года работа, с тех пор пока в практику это не внедрено, потому что упирается в массу различных проблем, как технического, так и биологического порядка, которые препятствуют однозначному использованию этого метода. Но с другой стороны, вот статья 2018 года, это Nature, и мы видим, что в эту сторону очень и очень активно идет наука. Это перечисление статей, посвященных жидкой биопсии, только при одном заболевании, это при раке молочной железы. Если вы посмотрите, но если видно здесь, то все пэшки здесь с тремя-четырьмя нулями перед единицей. То есть, в принципе, прогностический, как минимум, эффект этих исследований достаточно велик. Ну и что еще сейчас можно сделать? Вот говорили об неоадюванте, как таком варианте, как бы, да, оценки, быстрой оценки одювантной терапии. Но, с другой стороны, используя ту же самую жидкую биопсию, также можно достаточно сильно ускорить одювантные исследования, отбирая пациентов с большим шансом на наличие микрометастазов. Например, просто брать популяцию, смотреть, у кого есть циркулирующие опухолевые клетки или циркулирующие опухолевые ДНК, и включать их в клинические исследования, и эта популяция будет сильно обогащена пациентами, на которых можно посмотреть результаты, как бы, да, применение новых препаратов. А если не обнаружено, то для того, чтобы люди ничего не потеряли, пускать их путем стандартной терапии. Такие методы тоже, как бы, предлагаются. Ну, и еще один способ сделать одювантную терапию более-менее слепой – это оценка инвива. Нет, это не разговор про мышей, как бы, да, это продолжение того, что говорил Евгений Наумович, потому что самый лучший способ оценки инвива – это неодювантная терапия, которая несколько расслепляет нас в отношении эффекта того, что мы делаем. Мы не можем оценить, есть ли у пациента микрометастазы или нет, но вот ответ опухоли и прогноз пациента на основании ответа первичной неудаленной опухоли мы оценить можем. Но вопрос в чем? Что с этим прогнозом делать? Она позволяет узнать прогноз? Те люди, у которых нет клинического ответа или полного патоморфологического ответа, имеют худший… Можем ли мы это изменить? До недавнего времени мой ответ был абсолютно однозначным – нет, не можем. Мы знаем эту информацию, но реально, как бы, да, от перемены мест слагаемых совершенно не меняется сумма. Если вы дадите одно и то же лекарственное лечение до операции, удаляющей первичную опухоль, или после операции, удаляющей первичную опухоль, скорее всего, вы судьбу этого больного не измените, наверное, за исключением тех опухолей, где сам предоперационный этап позволяет, например, уменьшить агрессивность операции, количество послеоперационных осложнений, увеличить ратикализм вмешательства. Например, тот же пищевод, как бы, да, желудок или мочевой пузырь. Но основные-то драйверы разговоров о преимуществе неоадиуантной терапии были совсем не желудок и не мочевой пузырь. Это были рак молочной железы и остеогенная саркома. И что мы, как бы, да, слышали со многих притрибунок. Но первое, как бы, по поводу рака молочной железы. Было очень много рассуждений по поводу того, что раз выживаемость лучше при достижении патоморфоза, значит, знание о наличии патоморфоза улучшает выживаемость. Честно, я видел огромную вот такую логическую дырку в этом. Потому что реально в этой ситуации, если мы ничего не меняем по факту достижения или недостижения патоморфоза, мы никак не можем изменить судьбу этого больного, вне зависимости от того, есть этот патоморфоз или нет. Если мы проводим, допустим, как бы, да, у нас есть 50%, которые чувствительны к лечению, 50% резистентны. Мы их сначала оперируем, потом в любую проводим адювантную химиотерапию, и у нас 50%, ну, предположим, будет излечено, а 50% резистентных не излечено. Теперь мы перемещаем химиотерапию вперед, мы узнаем о том, что есть патоморфоз, мы узнаем, кто из них резистентен, а кто из них чувствителен за счет операции, да, но мы их судьбу не меняем. Также остается 50% излечены и 50% не излечены. И это, собственно говоря, было, в общем, подтверждено рядом исследований, хотя и ранних, о том, что выживаемость у больных, получающих адювантную и неадювантную терапию, во всяком случае, при раке молочной железы она абсолютно одинаковая. Но, честно говоря, я уже достаточно давно завязал с попытками убедиться в том, что мне кажется очень очевидным, но, как оказалось, я сделал это временно, своевременно, как бы, да, потому что в итоге оказалось, что сторонники неадювантного подхода все-таки правы, но, правда, по немножко другой причине. До недавнего времени попытки изменить судьбу этих больных были безуспешны. Но, в принципе, предположение, как это можно сделать, существовало. Это так называемая настройка терапии по выраженности ответа. То есть те пациенты, которые не ответили на неадювантную терапию достаточным эффектом, происходит смена режима. Первыми людьми, которые это предложили, были люди, которые занимались лечением остеогенной саркомы. И все ожидали результатов исследования Еврамос, ну, во всяком случае, те люди, которые в нем участвовали. Но оно оказалось, к сожалению, абсолютно отрицательным. То есть те пациенты, которые имели плохой патоморфоз, вне зависимости от того, продолжалась ли им та же самая адювантная терапия, которая была на неадювантном этапе, или им была усилена адювантная терапия дополнительными препаратами, выживаемость оказалась совершенно одинаковой. При остеогенной саркоме это не сработало. При раке молочной железы первые исследования тоже были грустные в этом отношении. Но здесь беда в том, что, судя по всему, мы ориентировались не на патоморфоз, а на клинический ответ. Большое достаточное исследование с очень агрессивным режимом неадювантной терапии и с еще более агрессивным режимом адювантной терапии предусматривало, что те пациенты, у которых нет раннего ответа на терапию, у них они рандомизировались между сменой лечения или продолжением терапии в том же объеме. К сожалению, по количеству достижения полных патоморфозов в результате вот этого компонента ничего не изменилось. И, несмотря на тенденцию к увеличению безрецидивной выживаемости, с общей выживаемостью у этих больных в результате изменения терапии по результатам раннего клинического ответа ничего не произошло. Но все изменилось совсем недавно, когда никто уже почти, к сожалению, чуда не ожидал. Это первое исследование, его уже показал Евгений Наумович, это, соответственно, трижды негативный рак молочной железы больные, получавшие неодювант антрациклинами и токсанами и не достигшие полного патоморфологического ответа на этом фоне, рандомизироваясь на получение капицитабина в одювантном режиме либо остановку терапии на этом. И мы увидели, что есть очень большое, непривычное для рака молочной железы расхождение кривых выживаемости. Что произошло? Почему предыдущее исследование не сработало, а это сработало? Судя по всему, здесь правильно удалось выделить популяцию, где это использовать. Эта популяция была явно обогащена больными с микрометастазами, и здесь сработало дополнительное воздействие. Если бы попытались капицитабином пролечить всех, возможно, выигрывающие больные просто растворились бы на фоне остальных пациентов. Но были и сомнения. Это было азиатское исследование. Я прошу прощения, у меня есть еще возможность там 2-3 минуты? Это было азиатское исследование и использовались в Торпиримедина. Мы знаем, что азиаты по-другому отвечают на эту группу препаратов. Это особенности фармакогеномики. Вдруг ошиблись, что называется. Но оказалось, что этот подход сработал и про втором варианте агрессивных опухолей молочной железы. При ХЕР-2 позитивном раке. Пациенты, не достигшие полного патоморфоза, опухоли которых не достигли полного патоморфоза, на фоне тростозумаб, содержащей терапию, анодромизировались на получение ТДМ-1, либо на продолжение тростозумаба в адевантном режиме. И мы опять увидели крайне непривычное и крайне быстрое расхождение кривых выживаемости, безрецидивной и тенденцию, крайнюю такую выраженную тенденцию, к расхождению кривых общей выживаемости. Что же случилось? Да, собственно говоря, то же самое. Правильная подгруппа. И мы смогли наконец-таки выиграть выигрыш. Ну, и понятно, что, еще раз повторюсь, видно, я вовремя прекратил пытаться разобидеть сторонников неодевантного подхода, потому что в настоящий момент, во всяком случае при раке молочной железы, очевидно, что неодевантный подход лучше. Почему? Потому что теперь на основании данных, получаемых при анализе эффекта неодевантной терапии, мы реально можем изменить судьбу этих больных. Соответственно, если мы понимаем, что эти пациенты не ответили на неодевант, то мы предлагаем альтернативную химиотерапию, ну или альтернативную таргетную терапию, и добавляем количество излеченных пациентов, чего не смогли бы сделать, если бы проводили адевантную терапию и не видели эффекта. Ну, еще один, как бы, да, распространенный и ранее считавшийся бесполезным для практики тест, это оценка статуса лимфатических узлов при меланоме. Он тоже нам приносил знания, которые мы не могли использовать, потому что не было эффективной адевантной терапии. Сейчас появление эффективной адевантной терапии приводит к тому, что должно четко изменяться алгоритм обследования этих больных, потому что теперь знания о наличии пораженных регионарных лимфатических узлов приводят к тому, что мы меняем тактику лечения, и изменение этой тактики лечения приводит к изменению судьбы этих больных. Вынужден пропустить, я, видите, не рассчитал, что мне понадобится больше времени, но на самом деле мир адевантной терапии действительно продолжает меняться. Вот уж где точно не ждали, казалось бы, абсолютно химиорезистентная болезнь, которая, опять же, это была аксиома, что с поджелудочной оставь надежду всяк сюда входящей. И вдруг использование более агрессивного режима адевантной терапии мы видим потрясающее совершенно расхождение кривых. Что еще вошло в нашу практику, и что мы до конца не можем принять? Оказывается, есть простые методы, которые тоже могут являться адевантом. Например, при раке молочной железы и при колоректальном раке, сейчас это есть в рекомендациях НССН, что поддержание нормального индекса массы тела снижает риск рецидива. Если бы была фарма, которая продвигала бы эту идею, мы уже давным-давно бы всех загоняли на велоэргометры. Но, надеюсь, может быть, фитнес-залы будут спонсировать эту информацию. Но и на закуску, опять вечные разборки хирургов и химиотерапевтов, кто же хозяин в доме. Ведь слово адевант, если задуматься, подразумевает слово дополнение. Это придумали, видно, как раз хирурги. Типа есть мы, которые вылечивают этих больных, и есть некие химиотерапевты, которые что-то дополняют. Так вот, сейчас, как минимум при одной болезни, происходит потихоньку смещение сознания, что же является основным. Химиолучевая терапия при раке прямой кишки, судя по всему, возможно, есть шанс для больных с полным эффектом избежать проведения хирургического лечения в целом. Ну и если замахнуться совсем на святое, вот исследование, по-моему, это М.Д. Андерсон, которое задалось вопросом, а нужно ли оперировать больных раком молочной железы, которые достигли полного клинического эффекта, и при биопсии множественной не видно жизнеспособных опухолевых клеток. И сейчас идет рандомизированное исследование, которое это сравнивает. Ну и, собственно говоря, вот выводы. Буду рад увидеть вас еще через 5 лет. Спасибо. Спасибо.